Влажность это что-то вроде женской версии твердости. Это считается конечной целью, свидетельством отличного секса и признаком того, что она желает тебя. И, к сожалению, это может быть немного сложно. В этом видео рассказывается о том, как сделать девушку влажной. Я не знаю, зачем ты смотрела мое видео со сквиртингом. Я сделала то же самое, когда была МОК, это часть цепной реакции в системе женского возбуждения. Я не буду вдаваться в анатомию, потому что тебе не нужно знать ее, чтобы сделать женщину влажной. Во-первых, начни с ее разума и соблазни ее мысленно, внедряя в ее сознание образы мыслей и предложения на протяжении всего дня или вечера, прежде чем приступать к настоящей близости. Самый большой половой орган женщины – это ее мозг. Это всего лишь метафора, но это правда. Таким образом, если ты мысленно соблазнишь ее, то это приведет к тому, что она станет влажной. Во-вторых, прикоснись ко всему ее телу, двигаясь от внешней стороны к центральной линии, а затем к гениталиям, соскам и другим более чувствительным местам. Поверь мне в этом. Начинать с внешней стороны и продвигаться внутрь – один из лучших способов постепенно нарастить ее возбуждение. И сделай ее очень влажно еще до того, как ты прикоснешься к ее вульве. В-третьих, поцелуй ее по-настоящему крепко. Я не просто говорю, что наука в буквальном смысле подтвердила. Если ты хочешь, чтобы эти губы раскрылись, ты должна заставить их раскрыться. Глубокий страстный поцелуй с ней может стать для многих женщин быстрым путем к возбуждению и увлажнению. В-четвертых, плотно прижмите ее к внешней стороне вульвы. Это очень весело, потому что вы можете делать это, даже не снимая с нее одежду. По сути, то, что вы делаете, это стимулируете всю клипсу, внутреннюю и внешнюю части клипсы, прижимая ладонь ко всей ее вульве. Все очень просто. Все именно так, как я описала. Плоская ладонь. Ты можешь надавить вверх, например, между ее ног, надавливая и удерживая ее плоской, двигаясь взад-вперед, чтобы она могла потереться. Представь себе, что ты — это поверхность, на которой она может потереться. И мне нравится этот прием, потому что ты можешь делать это, флиртуя в машине по дороге домой со свидания. Если ты танцуешь, то можешь как бы предложить ей свою беду. И это возбуждает всю сеть клитора, которая является неотъемлемой частью женского возбуждения и влажности. Я собираюсь повторить слово «влажность» сто раз. Я буду повторять «влажность» в конце каждого совета. Так мне кажется до сих пор. Пятый пункт — это баланс, дразнящее действие и внимание. Я так разволновалась, что у меня потекли слюнки. Соблюдай баланс между подразниванием и вниманием. Если ты нацелилась на цель, отступи и займись чем-нибудь другим. Сделай глубокий вдох и нежно поцелуй ее клитор, а затем отодвинься. Целуй и облизывай ее бедро, прежде чем вернуться назад и целовать так же, как и другое бедро. Баланс между простором, тишиной и вниманием — это верный путь к увлажнению. Номер шесть. Стимулируйте все ее ткани. Это звучит так несексуально. Номер шесть. Стимулируйте все ее эротические зоны своим ртом и руками. На теле женщины есть пять различных зон с эректильной тканью. Это клитор, расположенный по обе стороны от входа во влагалище, между вагинальным каналом и прямой кишкой и точка G. Стимулируйте их все. Не пренебрегайте ни одним из них, если вы действительно хотите добиться увлажнения. Номер семь. Это подтверждение того, что она готова к проникновению. Так вот, причина, по которой я включил это сюда, заключается в том, что разные женщины будут испытывать то, что происходит по-разному. И вы подтверждаете ей, что она готова к тому, чтобы вы проникли в нее, чтобы вы вошли в нее так сексуально, как вам хочется. Скажи, что это очень возбуждает большинство из нас, женщин. Так вот, если у тебя действительно другие планы, ты немного более эксцентрична и тебе нравится просто делать это, не спрашивая и ничего не видя, это тоже нормально. Но я думаю, что согласие и уважение большинства женщин позволяют нам чувствовать себя в безопасности. А когда мы почувствуем себя в безопасности, мы сможем переодеться в более мокрую одежду. Все в порядке. Номер восемь. Номер восемь означает не волнуйся, если она не промокнет естественным путем. Ладно, послушай, я знаю, что только что описала тебе все шаг за шагом. Но вот в чем дело. Многие, очень многие женщины, на самом деле, наверное, все женщины время от времени страдают от того, что называется несоответствием возбуждения. Это просто означает, что наш мозг и наше тело находятся на разных уровнях. Наш мозг действительно редко включается и становится возбужденным, а тело не полностью на месте, или оно не вырабатывает влагу, или, возможно, у нее наступила менопауза. Или она страдает от другого заболевания, это снижает ее способность создавать влагу. Женское тело меняется буквально каждый божий день в течение месяца. И ни с тобой, ни с ней не случится ничего плохого, если она не промокнет естественным путем. Вот почему я рекомендую держать высококачественную смазку на водной основе рядом с кроватью, просто чтобы доказать, что она находится рядом с кроватью. Если тебе понравилось это видео, пожалуйста, поставь мне один большой палец вверх и оставь комментарий. И мы увидимся здесь на следующей неделе.